привет всем кто забрел на данный канал с вами альспура сегодня я хотела бы взглянуть одним глазком на игру lunacy saints roads в названии сильно так очень сильно намекает на то что у нас возможно лунатизм здесь очень классное музыкальное сопровождение самом меню вот так вот начинается мы можем видеть старый заброшенный обшарпанный особо некого лесу который таит крайне крайне много тайн само собой разумеется это ведь загородный дом кстати я хотела бы иметь такой шикарно выглядит отремонтировать это же просто сказка будет зимой летом осенью весной любое время суток и сезонов я уже запускала игру что-то на мне плохо плохо идет понятно по понятным причинам уже много мной много раз мной озвученными здесь очень громный громкий звук и знаете у меня как-то не получается его скорректировать несмотря на то что я уже покопалась в настройках все равно ситуация изменяется только во время в игровом процессе в меню на звук никак не меняется он по-прежнему громкий так что не знаю как меня слышно надеюсь что нормально но музыка классная все равно если стоит послушать может даже потом где-нибудь саундтрек себе утащить может из торрента а может в дополнение приобрести вместе с игрой в steam давайте пойдем уже гулять да я принимаю я отправляюсь путешествие по темному лесу поездка в сент-роцтс я не стану че прочесть благодарю что все прошло так быстро алло здравствуйте мистер ротс меня зовут рой миллард я детектив убойного отдела полиции велсмата по нашим сведениям вы единственный наследник особняка ротса в деревне сент-роцтс вы уже зарегистрировали право собственности впервые слышу о том что я наследовал дом мне никто не сообщал ясно а дело в том что мы обнаружили связь между вашим домом и делом которые я вел почти 10 лет назад мне нужно чтобы вы приехали в участок в элсмате нам нужно задать вот несколько вопросов и получить разрешение заодно сможете подписать документы чтобы дом перешел в ваше полное владение без проблем но я бы хотел сначала осмотреть сам дом хорошо я приеду в сент-роцтс встретимся у входа в особый нет понял вас буду через несколько часов хорошо до встречи а вот бы мне кто-то позвонил и сказал что я хату унаследовала дом загородный какой угодно да хоть угол в подворотне мне никогда никто не дарил крупных подарков и родные не близких на вот так вот я такая одинокая несчастная у меня нет загородного дома все это крайне печально для меня нет серьезно я хотела бы загородный дом дачу какую-нибудь даже самую маленькую там метр на метр с небольшим участком земли чтобы можно было там копаться рыться там я не знаю прогуливаться где нибудь какой-то посадки на было классно по ходу мы едем 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 о да смотреться идти инвентарь ну более-менее пришел в какое-то согласие с моим желанием звук в игре уже все не так громко звучит нам более как нормально звучит нормально даже наверное можно было бы добавить шумов немножко так отсюда я пришла до соответственно должна идти на взрыв луны красота то какая-то слушайте графика фантастическая я вот такой вот люблю я вот люблю такой графон красиво давайте осмотримся машина отсюда я шел нужно найти сэнд роутс особняк моих предков ну нормальный звук более-менее мне так кажется идем на свет луны слушайте как классно как красиво и такая такая огромная луна вот вот сейчас я услышу вой и попрут оборотни вампиры поздно на дороге как назло ведутся работы пришлось выбрать живописный путь согласно путь охуенный сохранение у нас крестик крестик вертится попадите в дереве в деревню сэнд роутс так вот сэнд роутс это что у нас загрузка обозначена вот этим вертящимся крестиком дает нам возможность предположить что здесь у нас будут демоны с этой сатанисты это что вообще такое было это оборотень я что накликала беду так оборотни сейчас еще покрут минуточку меня оружия нет фонарика офигенно хорошо что ты фонарик предусмотрительно собой при прихватил немножечко напоминает само вступление да немножечко капельку напоминает как это там называется ведьма из блеер только песеля не хватает булета который бы нам открывал некоторые локации помогал продвигаться вперед и здесь кто-то есть и здесь боже мой здесь кто-то есть определенно есть я обожаю такие игры в родилки ходилки о какие красивые ворота посмотрите здесь даже есть готическая скульптура это ангелы девы в общем они нас или ведьмы в общем они нас приглашают зайти за эти прекрасные чудесные ворота о боже да это же рай на земле как бы я хотела жить в таком месте если вас машина есть в наличии непременно перебирайтесь за город жить вы не пожалеете никто еще туда не возвращаться я пришла за свои в свои владения я так понимаю что перед тем как попасть в собственный особняк мне придется пройти через не как бы некую деревню ну я так понимаю что это деревня призрак скорее всего потому что потому что потому что здесь явно все заброшено здесь нет никого здесь это что такое так это пройдите через деревню попадите в деревню сделано да вот это зачеркнуто типа выполнено теперь попасть в деревню вот это что это я плохо вижу с фонариком все равно не видно фотографии пропавший кто-то пропал здесь на или ищут джозеф картер 18 лет ему последний раз его видели в июле первого числа сорокового года минуточку вы сейчас пытаетесь мне сказать что эта деревня была запрошена еще примерно в сороковом году то есть мой дом там если вот это мое наследство за которым я пришла да он уже сгнил за все это время сколько-то времени прошло если он не был жилым его не ремонтировали за ним не следили в лесу это огромная сырость во первых в лесу всегда бывает сыра вот таких хвойных или каких лесах там сырая почва большое количество испарений особенно после дождя поэтому мой особняк скорее всего пришел в полную негодность что это такое ящик какой-то здесь есть также почтовые ящики это вход куда-то можно открыть можно залезть это что такое это нам предлагают выпить перед тем как идти дальше нам надо немножко освежиться привести мозг в порядок ну короче надо набухаться и потом идти на вообще знаете выход в данной ситуации это выход а вам я не туда свернула но тем не менее здесь даже белье никто послушайте здесь кто-то сушит белье они перед тем как исчезнуть превратиться в призраков не сняли белье здесь лестница можно подняться по лестнице нет ну лестница выглядит довольно нормально ну то есть хлипенька конечно вес взрослого мужика примерно в 70 80 килограмм она не выдержит мы все мужчины конечно крупные есть мальчики довольно таки и невысокие невысокие не тяжелые а это что такое есть что-то полезное везде везде вот этот ветер ой 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 какой ветер меня сейчас если вы это туалет что погоди они это не туалет это не туалет однако я могу здесь что ты а как не изучить а вот так вот так ведьмина ведьмина вилка это ведьмина вилка такие использовали средних веках чтобы накалывать разные предметы стопудово здесь что-то связано все-таки с рунами наверное с рунизмом вот это все старославянское хотя нет к славянам наверное может это и не имеет отношения но тем не менее викинги прочее в общем разберемся по ходу дела я какую-то фигню несу не имея об этом никакого представления здесь пропал парень джозеф и я думаю это наверное будет как-то связано у и поздравляем вы нашли коллекционный предмет что простите где он я его уронила у меня нет ног я не люблю когда у меня нет ног так я что-то приобрела хорошо значит игра будет длинной и значит нужно заглядывать за каждый угол иначе вы непременно пропустите что-то интересное и не получите нужную вам ачивочку у меня еще опять снова как назло за окном пошел дождь все гудит все пыхтит вентилятор дождь за окном здесь еще шумиха в самой игре самой игре здесь еще подвал выглядит кстати довольно таки бросается в глаза то что он новый как будто все вокруг такое старая обшарпанная вот этот вход в подвал выглядит довольно сносно и даже посмотрите у него вот эти штуковины они не заржавели петли петли не ржавые то есть кто то что то что здесь заменял а закрыто не открыть а скорее всего я в дальнейшем смогу отсюда потом убегать когда я буду убегать отсюда обосравшись наваливу кучу кирпичей сев штаны я вылезу скорее всего отсюда и выбегу на дорогу сяду свою машину и уеду так это что такое это у нас для того чтобы заниматься всякими то вы медили кровь тасс кран и кровь кровь на шифере это шифер верно слушайте мама родная игра мне нравится это курятник да сюда курочки вот так вот забегают нас такой был на украине когда мы там жили с ужасом вспоминаю это время там был такой у нас курятник в саду курочки на мои яички там несли и потом хер его их потом было можно было достать только благодаря нам маленьким и деткам который только маленький ребенок может в этот в отверстие залезть и достать оттуда яйца а взрослые стояли снаружи с ведром чтобы все это забрать я так понимаю что это куриная кровь я надеюсь что это курс здесь кто-то потрошил потом на рынок увез в смысле как сказать надеюсь я люблю кур птицы очень умные куры очень умные птицы я это знаю по собственному опыту я очень люблю птиц но получается так время от времени не очень часто что иногда я их ем и еще мне приходится их скармливать своему питомцу это очень очень плохо я знаю я хочу стать вегетарианкой не дыши не дыши так тяжело что это сверху какая-то тряпка белый флаг кто-то уже пытается нам сдаться тихо 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 спокойно спокойно что не фризы пошли а вот это уже нехорошо если игра будет очень сильно фризить то я не пройду ее полностью надо поискать укрытие от дождя давай поищем скорее укрытие протрите что на 3 тачки а я вот так еще умею делать вот это интересно хорошо везде идет дождь за окно у меня гром молния и дождь и здесь гром молния и дождь а погодите здесь заблокировано прыгать я умею надо найти другой путь я умею прыгать погоди но я не могу перепрыгнуть почему-то вот эту маленькую изгородь хотя об желании наверно смогла бы здесь это наверное не предусмотрено все хорошо не будет не буду задерживаться давай 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 кто-то что-то там перевернулась я здесь не одна определенная давай как просто спрячемся обе под каким-нибудь навесом так погоди это чувство джордж ротс ротс фэмили что это а что я нажала я просто бежала бежала и не успела убежать а это родовое наше древо то есть я должна отыскать всех своих родственников я так понимаю и я джордж ротс верно и вот эти вот веточки будут идти в разные стороны я так таким образом найду всех своих предков и вот эти точки эти полистики на этом дереве там где вот ну вы можете видеть наверное небольшие крапинки когда я найду всех своих родственников этот кошмар закончится как это убрать и как я это открыла что это вообще такое я вообще дверь о посмотрите как у меня запотели очки ухты если их долго не протирать то начинается на к настоящий кошмар как будто я в душе стою в очках нет я конечно иногда ношу очки но чаще все-таки линза так погодите 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 слушайте вы мне просто я не знаю здорово подпортили жизнь вот этим дождем так куда я прибежала так что это вообще такое какой-то дом какой-то дом я нашла хорошо надеюсь в нем никого нет семнадцать минут прошло с того момента как мы сюда попали как мы решили овладеть этим домом коробка своих корыстных целях вот мешки нельзя немножко поддвигнуть нет надо как воришка как воришка пробираться протираться нужно пробраться залезть словно вор в окно я такое не люблю называется ворваться на чужую собственность и получить некоторые статью автосохранение ох автосохранение я заикаться начала автосохранение это хорошо на самом деле это значит что мне не придется бегать туда-сюда как мокрая и проходить один и тот же момент по нескольку раз вот это молодцы что предусмотрели этот момент разработчики за это я вас люблю игра мне нравится классный графон но появились фризы и поэтому сама игра во время прохождения она будет порезана на много-много кусков я так здесь кто-то есть я режу игры на много кусков как правило если они сильно тяжелые по объему то они у меня перестают в итоге работать погодите боже мой мне показалось вот это вот лицо а я не я не умею приближать по-моему у меня довольно таки большой функционал я могу двигаться довольно свободно это что выполнять много действий повернуть взять а что здесь написано перевод будет перевод есть я нашел пропавшую страницу дневника записка уильяма андерсона пусть меня обвиняют в жестокости но я должен рассказать правду я даже рад что эдвард ротс пропал все считали его славным малым но я знаю что это он повинен в страшных происшествиях охвативших нашу деревню думаю все началось с его отца который погиб при взрыве а когда бразды принял эдвард он начал творить еще худшие злодеяния теперь то с его исчезновением мы можем переехать в особняк всей семьей дороти фрэнк лилиан и я мы позаботимся о гарри и эдвард ничего нам не сделает я так понимаю что у нас много очень много скелетов в шкафу у нашей семейки здесь кстати еще и наше сердце она пока что бьется нормально но наверное здесь будут знаете вспышки вот такого психопатии типа как в амнезии бывает и надо будет успокаиваться прокрутить закрыть а перевернуть страницу здесь есть это обрывок до дата дневника но кисенька пожалуйста оставь меня уйди хамас хамас нельзя уходи 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 я не играю отстань от меня так моя кисенька вернулась ко мне как закрыто закрывай это дневник так минуточку а сам-то дневник у нас откуда а откуда у нас этот дневник я что-то момент не помню кажется я его пропустила все таки ладно батарейки нам нужны для нашего супер фонарика сейчас я уже буду делать перерыв потому что мне нужно разобраться со своей кошкой со своим котом и заодно прервать видеозапись чтобы она более плавно шла хорошо нельзя взять с собой эту прекрасную тарелку она кстати выглядит совсем выбивается из общей из общего дизайна то есть из общей атмосферы своим ярким цветом она говорит нам о том что она особенная может можно ее взять с собой нет вроде как нельзя так для чего в нам дали ее посмотреть на нее посмотреть здесь есть вот еще какая-то шкатулка тоже классная что хохломская роспись очень похоже кстати я люблю такие штуки в них приятно что-то хранить хорошо клади обратно вот эти кубики здесь есть ребенок звездочка си звездочка н и головоломки здесь будут головоломки я зубную что здесь будет такая штука нам придется решать какие-то задачи искать ключи двери искать карты прочее 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 чтобы разобрать они взяли у тебя что это такое свечи надо чем-то зажечь ну понятно у тебя нет зажигалки ты не куришь вот огонь зажигай свечи надо чем-то она и она не горит что ли отчона подсвечена мне показалось она горела когда мы влезли в окно мне показалось что она горела и там еще на наверху кто-то топтался так 23 минутки прошло делаю перерывчик вот свеча горит вот огонь тебе зажигай а погодите а то что такое это зажигалка берем с собой теперь все никаких проблем зажигалка из заброшенного дома горят свечи возможно здесь что-то там я не успела прочесть возможно определенно здесь кто-то есть мы здесь не одни вот огонь можно было его также использовать а там снаружи настоящий ураган давайте давайте зажигать свечи может нам тогда не придется использовать фонарик побережем немножко энергию наши батарейки все такое тем более что нам сейчас надо будет идти наверх вот сюда наверх надо будет идти так нам нужно наверх верно и там помимо всего прочего нас может кто-то ожидать здесь кто-то есть помещение знаете а несмотря на то что графика здесь весьма весьма заманчивая очень классно все выглядит молодцы ребята поработали над игрой видимо и сюжет нормальный пока что во всяком случае но тем не менее мне придется из-за вот этих фризов которые сильного очень сильно тормозят мое прохождение мое продвижение вперед все это добро красивое снизите посмотреть как теперь это будет выглядеть применить сохранить назад и назад 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 а теперь но немножко получше немножко получше и в общем то сглаженность конечно исчезла как можно видеть но процесс более-менее идет вперед и фризов гораздо меньше будет хотя смотрится уже хуже будет меньше фризов это меня радует так это явно имеет отношение к нашей семье так нет нет они не то не то клавиши а вот так вот ну что ж если это наши родственники они довольно таки симпатичные люди сороковых годов фото старое но она не черно-белое детишки немножко странно и так все но детишки немножко ну я вообще с детьми общий язык нахожу с большим трудом интересно почему наш герой фамильное древо ну так у нас появились четыре родственника вильям андерсон дороти андерсон фрэнк и лилиан лилиан роттс и фрэнк андерсон я так понимаю что вот это вот фото в самом низу джордж это мы все и в этих сказать схемах не разбираюсь да и о своем родовом древе я знаю крайне мало к своему стыду вообще говорят что нужно знать собственный рот самого начала и до последнего самого до самого последнего крайнего родственника дальнего при дальнего здесь даже какие-то консервы сохранились сороковых годов а здесь есть посмотрите дверь до нас не хотят пускать и нам наверняка не открыть нам наверняка нужен теперь инструмент который нам позволит вот эти доски сорвать и проникнуть в подвал но это ведь не наш дом я так понимаю что мы в какой-то крайний дом влезли в самой деревне я правильно понимаю это не наш особняк это вообще не особняк я думаю что наш дом гораздо больше будет вероятнее всего так вот здесь кто-то шумел это что такое вот вот это что это провода что или веревка 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 нет какой-то кабель и то есть здесь есть электричество да здесь должно быть электричество но нет содержимого вот нет начинки данного ящика и нам теперь надо их еще искать в общем такая тема в игре мы будем постоянно что-то искать приоткрытая дверь провода это вообще не опасно нам нужно нужно вот сюда вот предохранители я так понимаю это так называется нужно начинка сюда найти нужно предохранители выглядят они примерно как батарейки я уже с этой проблемой сталкивалась шкатулка у меня кстати есть такая наподобие правда она выглядит немножко побогаче и так еще один лист еще один лист который мы добавляем наш инвентарь еще одна страница вернее правильнее говорит страница события в особняке сын трот сводят меня с ума ты знаешь как я презираю этих родцев они настолько одержимы материальными благами как будто душ как будто души у них вовсе не осталось они отвергли учения господа нашего и стали поклоняться злу слышал бы ты какие жуткие песнопения раздаются в глубокой ночи мы ты бы понял что все это мне не чудится у дядя всегда заискивал перед родцами не давал и слова плохого о них сказать с его смертью я больше не обязан молчать позвоню полицейским и расскажу им все как на духу обо всех извращениях этой гнилой семейки это самое малое что я могу сделать для моей матушки которая не принесли столько страданий уильям андерсон уильям андерсон его мы видели фотографию я так понимаю здесь вырвана страница а это я уже читала или не читала возвращение домой приезд в сумрачный дом родцев мне позвонил детективы рой милард он сообщил что что мне в наследство перешел дом принадлежавший семейству роз сперва я не поверил своим ушам а когда до меня дошло что же случилось меня охватил неописуемый ужас я согласился встретиться с детективом на крыльце дома но от одной мысли о встрече с этим жилищем меня пробирает холод и в то же время мне хочется узнать какие тайны хранит этот дом надеюсь я не найду ничего тогда зачем мы сюда пришли если мы ничего не ищем остальные страницы пока что пустые листики пусты есть чем на чем поработать чем заполнить их я думаю что у нас будет очень много впечатлений после прохождения этой игры после наших приключений так что будет что там понаписать как это было громко как же это было громко ой 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 так все пятистань иди уже иди уже ай полбу дало мне дала полбу проходи хорошо что призраки пока что не появились минутка еще одна минутка домашние дела постоянно отвлекают меня и я не могу полностью погрузиться уйти в эту сантосмагорье так сказать вот у нас здесь уже есть какие-то сатанистские символы это что у нас ой 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 голова фэндига что это боже мой для чего здесь цель нам в любом случае нужно вниз в подвал хорошо успокойся держи себя в руках все пока нормально вот тут на самом деле знаете вот в таких домах можно найти столько интересных раритетных вещей на самом деле обогатиться можно миллиардером стать вот эти вот стулья мебель если это отреставрировать вы станете богачом можно на аукционе на и бэй там я не знаю на авито даже продать за большую вот к примеру смотрите здесь есть крест я надеюсь мы не собираемся вытаскаться будет где-то я что-то подобное уже видела взять я могу взять с собой домой могу а бутылку могу нет поздравляем вы нашли коллекционный предмет на что мне это дает коллекционные предметы а что это мне дает я нашел эту карту в доме андерсона в канта карта сэм трон если я верно прошла также здесь есть доска для изучения доска объявлений кто-то здесь что-то отслеживал некие газетные вы риски по сообщению службы по животноводчеству и лесоводчеству лифа господи по сообщению службы по животноводческому и лесоводческому хозяйству вылсмата у пруда неподалеку от центра отца обнаружили туши 63 диких животных данный инцидент вызвал вызвал разговоры о возобновлении деятельности местных сект пять птиц отправили на проверку в лабораторию по изучению болезней животных в норвуде был смот выйти окей кто-то здесь убивает диких и не только животных странные огни в лесу многочисленные свидетели утверждают что до последние четыре недели неоднозначно видели странные огни неоднократно господи боже мой мне язык заплетается видели странные огни на месте печально известных раскопок подразумевается место на крутом склоне дьявольской пасти острозубой гряды неподалеку от деревни сент-роц по словам очевидцев огни свидетельствуют о проведении некоего ритуала полиции пока не удалось установить правду поскольку погодные условия мешают добраться до места раскопок однако шериф джонсон заверил на что тщательное расследование будет проведено как только пройдут сезонные ливни похоже что мы попали как раз вот в этот момент и теперь здесь всегда будет идти дождь в то время когда мы здесь находимся не так лавиша неподалеку от деревни сент-роц раскопаны 600 летние артефакты на раскопках недалеко от деревни сент-роц на севере уэлсмата обнаружены загадочные предметы вырезанные из дерева археологи уже установили что это не орудия труда возраст артефактов напоминающих по форме скрипку составляет почти 600 лет вероятно они представляют собой примитивные изображения мертвых родственников и использовались в культуре предков предполагавшим ритуальное погребение и эксгумацию усопших весьма интересно здесь у нас не то что сатанисты короче говоря какой-то культ который скорее всего пытался воскрешать им мертвых само собой разумеется оля outlast 2 или какая-то там часть там что подобное было по моему сатанистами но культистами во всяком случае а культистами пропавшие жители необходимо провести официальное расследование исчезновения 13 жителей пропавших за последние два года жители сент-роц сообщают о том что от родственников нет никаких вестей они исчезли и нам ничего не известно об их судьбе заявила одна женщина у которой пропали дядя 48 лет и кузина 35 лет в общей сложности пропало 13 человек 13 я повторюсь 13 дьявольское число однако это не было написано это уже мои предположения мой фонтан предположений дневник добавлено давайте дневник посмотрим ты что-то написал дневнике возвращение ага это я прошла уже теперь у нас есть добавление за тищей перед бурей осколки прошлого чем больше узнаю тем лучше понимаю за этим фасадом таится тьма куда более зловещая чем я мог себе представить это деревня хранит множество секретов однако никто не знает насколько они ужасны все это нам предстоит выяснить им выясним непременно выясним через несколько минут нет опять снова надо будет сделать перерыв ну вообще как бы я посмотрю как игра будет идти если все будет нормально перерыва не будет если опять начнутся фризы самые мои ненависленные фризы то тогда можно будет сделать небольшой перерыв да и отдышаться заодно хорошо это все что должна была здесь сделать погодите может быть я не нашла не предохранители я не нашла не фомку чтобы там вскрыть вот эту дверь внизу в подвале а ну потому что никого нет уходите я дома одна я не открываю без родителей а это что такое кто-то шпаледина вау это было очень громко ооо это кто там кто-то был с ружьем кто-то там есть за дверью помогите а я где мне спрятаться я застряла да выйди отсюда боже мой так стоп ой 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 он ломится он помогите мне ой ой мамочка господи уйди перестань я постоянно не удобно и не удобное расположение неудобное расположение клавишей я постоянно f жму потому что привыкла что это действие е или f в данном случае в данной игре это клавиша на мышке основная левая как здесь шумно как это было громко капец это было очень громко у его юсу боже мой еще у меня кот кот под ногами наяривает что-то там не открыть шкребется и вообще и меня прямо не знаю сдрогнула не только . сдрогнула но и все остальное я так понимаю что пока что мы не можем погибнуть я на это очень надеюсь что мы не можем пока что погибнуть рано нам еще умирать вот здесь был кто-то да у нас на окна за изгороди дождь закончился ливень но в смысле за окном у меня ливень по-прежнему бушует с ветром и все такое принес нам немного свежести а вот здесь наверное уже все закончилось а может у как потемнело и за окном потемнело и здесь потемнело короче атмосфера что надо это ночь для этой игры здесь заперто тоже ключ нужен погодите ну я же не могу покинуть этот дом вот так вот просто так я ничего не нашла не ключи что-то я упустила у меня такое чувство что я что-то упускаю то ли здесь надо все ящики проверить не может быть чтоб я просто отсюда вот так вот развернулась и ушла не открыв не подвал не мне не найдя предохранители стопудово я здесь застрянула столетие по традиции уже сложившийся вы же знаете как я люблю застревать всюду это мое второе имя банки 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 кстати вот эти кубики еще непонятно для чего они не нужны но они для чего-то может быть чтобы они просто здесь находились здесь был ребенок здесь да были дети а может быть и есть где-то здесь дети да нет вы шутите что-то я не понимаю что я не так делаю куда куда нужно смотреть вообще интересная кстати расположение дома вот это вот что это за закоулок вот для чего он вообще нужен кладовка или что такое подобного рода да наверное а это для этих как называют боже мой для дров сюда наверно дрова складывается и тут сразу вот буржуйка можно зажечь и будет тепло хорошо очень уютно а готовить то где здесь же что ли она очень маленькая по одному блюду для всей семьи если семья большая хотя бы четырех человек сразу не разогреешь но разве что в одной кастрюле так здесь я вроде как осмотрела и ничего не нашла что-то наверху есть что-то наверху куда я не посмотрела не может быть чтобы я не нашла никакого предмета который мне поможет в разрешении данной ситуации слушайте как долгая будет игра долгая это что такое включить или выключить радио да отличный мысль он благодарю мне этого очень не хватало так здесь и нет никакого места что это это я ничего не нашла не вижу ничего что можно использовать для того чтобы открыть дверь внизу я не понимаю здесь может еще как что то есть как какое-то помещение раздражающая музыка я не вижу ничего есть какая-то загадка подвинуть нельзя больше не тумбочек не шкафов нет к ней голова оленя намек на венди го вечный дух вечного голода по-моему я тороплюсь что-то я упускаю я что-то упустила что-то важное так ангел с жутким выражением лица с одной стороны он посмотрите как будто ребенок ангел но если вот так вот развернуть очень сильно бросается в глаза вот этот темный проем у него на голове и выглядит как череп воде обратно но что тут нет ничего знаете спасибо благодарю но он все же наверное я хотела бы это выключить спасибо музыка это прекрасно но не в данной ситуации так я ничего не нашла нет никаких инструментов здесь я не смогла найти предохранители я не смогла найти лом или фонку не знаю какой-нибудь инструмент металлический молоток который бы помог бы мне открыть вход в подвал и знаете еще что немножко смущает вот когда вы находите такие двери обычно в других играх и они заблокированы вы их там начинаете дергать пытаться с ними коммуницировать и появляется надпись что необходимо найти там инструмент необходимо найти ключ необходимо ну то есть подсказка появляется здесь такой подсказки нет я вообще могу его открыть эту дверь не открыть я поняла что ее не открыть но она как может открыться вообще в принципе или нет или мне нужно просто идти дальше ладно пойдемте дальше наткнемся на какие-нибудь инструменты или еще что-нибудь хорошо не наткнемся придется идти дальше пропустив эту катку и что-то интересное возможно упустив какую-то информацию потому что она просто времени нету технически даже нету времени а здесь могила есть чья-то могила в или лофлер в или лофлер здесь было очень много дров но я уверена что они уже негодные к употреблению они же сырые они загнить должны были это же сороковых годов или каких тут не было людей кстати куда делись все люди они оставили все свои вещи в домах и просто взяли уехали съехали с домов избежали а вот эти огни то что кто-то зажег огни дневник обновлен хорошо значит все таки на я на верном пути верно исследование сент-родс заброшенная деревня похоже после всего что произошло в деревне сент-родс оставили на произвол судьбы весь лес пронизан каким-то мрачным каким-то мрачным чувством словно нечто зловещее вот-вот вырвется на волю согласно есть такое ощущение есть такое предположение выйти не закрыла дневник почему сразу не забыла выйти что подсвечено что-то нет просто ящик а подсветка для чего тогда было здесь понимаете всюду навалы каких-то вещей вот это вот вышка что это это мельница ветровая какая-то мельница то есть здесь на самом деле во всех этих вот завалах кибитка какая-то здесь могут быть эти инструменты и кто-то здесь все-таки зажег фонари это для нас лично такое уважить нас решили или что или все-таки здесь кто-то есть бежать супер бежать отлично если мне предлагают побегать значит сейчас начнется настоящий пиздец в какую сторону бежать просто подскажите я уже побегу там огней нет а здесь там огни нет здесь два фонаря типа такая вилка развилка налево налево пойдешь коня потеряешь направо пойдешь голову потеряешь супер снова небольшая пауза классно но вообще игра неплохая мне нравится хотелось бы ее всю полностью пройти посмотрим как поют